В любом случае мы всегда переживаем за наши сборные, кто бы не представлял ее. Это лицо нашего футбола и национальная сборная молодежная. Уровень нашего футбола оценивают по результатам, успешным в основном, конечно, национальной и молодежной сборной. Мы очень ждали, чтобы наша национальная сборная наконец одержала победу, потому что затянулась эта уже серия и она немножко так угнетала. Поэтому очень рады, что обыграли Косово 2-1 и очень рады, что представители Минского «Динамо» не последнюю, а возможно даже и ключевую роль в этой победе сыграли. Это и Владислав Морозов вышел, забил очень важный мяч, и Артем Быков отлично сработал в двух матчах. И в этом матче также не исключение. Да, к сожалению, случился пенальти, нарушил правила в конце, но это уже издержки. Поэтому понятно, что хотелось где-то сыграть надежнее, но так как есть, так и получилось. Поэтому в целом, я думаю, что эту ошибку уже никто вспоминать не будет, потому что одержана победа 2-1. Что касается молодежной сборной, я также очень рад, что наши ребята там на ведущих ролях. И Федор Лопоухов, и Никита Демченко, и Андрей Рылыч. Поэтому все были задействованы в матчах. Единственный, конечно, негативный момент – это то, что, к сожалению, мы в двух матчах, молодежная сборная не смогла обыграть «Амдору». Потому что где-то есть момент недооценки, как мне кажется. И у нас вот такое восприятие, что Андора – это команда, которая раньше поставляла очки, которая очень сложно было ей набирать очки в отборочных группах, и за счастье было там просто забить гол. То сейчас, как показала игра, и первая игра, я смотрел молодежной сборной против Андоры. В Армении играли домашний матч, и сейчас выездной матч в Андорре. Но это довольно боеспособная команда, и сейчас на одном классе, конечно, не обыграть даже в Андорру. Поэтому по игре, по игре, наверное, ничейный исход – это справедливый исход. В первую очередь, самое главное, чтобы ребята здоровы были. Сейчас мы, каждый возвращается в разном состоянии. Кто-то вчера прилетел, национальная сборная, кто-то сегодня прилетает, прилетел уже. Поэтому, конечно, самое главное сейчас, ребят, подготовить к этому матчу. Безусловно, мы где-то индивидуальный подход будем использовать. Ну и, конечно, уже завтра, я думаю, в тренировочном процессе уже непосредственно два дня у нас еще будет общекомандные тренировки, где все ребята и юношеской сборной у нас было, несколько ребят и молодежной, тех, кого я уже перечислял, и национальной сборной. Мы соберемся в полном составе и уже два тренировочных занятия посвятим непосредственно уже подготовке к Сморгоне. Скажу так, что в первую очередь всегда нужно воспринимать жеребьевку как что-то неизбежное в том плане, что не мы выбираем, как говорится, не мы выбираем себе соперников, а есть жеребьевка, в какой-то степени можно это назвать судьбой. То есть кто-то распоряжается по жребию твоей судьбой, твоим положением и так далее, вот именно в игровых этих еврокубковых баталиях. Поэтому, как есть, «Железничар» довольно, да, именитый клуб боснийский и в советское время встречался с Минским «Динамо». Мы уже даже, кстати, историю немножко тоже посмотрели, посмотрели, что это была одна четвертая стадия Кубка Уефа, то есть это была очень серьезная стадия, то есть это говорит о том, что команда с традициями, команда тоже имеет долголетнюю историю, поэтому в любом случае к «Железничару», конечно, мы, соответственно, относимся с профессиональным уважением и будем серьезно готовиться. Ну, а если брать непосредственно соревновательный момент, да, то здесь в любом случае, какой бы оппонент ни попался, сильный, слабый, там, именитый, неименитый, в любом случае, чтобы проходить еврокубковые стадии, как можно дальше, нужно обыгрывать каждого следующего соперника. Да, это будет непросто, но мы, я думаю, что тот же «Железничар», узнав о жеребьевке, что им попался футбольный клуб «Динамо Минск», понимают тоже и нашу историю, понимают силу нашей команды. Мы идем на первом месте, и тренер, кстати, мне довелось прочитать комментарий тренера, также сказал, что нужно серьезно отнестись, эта команда на первом месте, у них идет чемпионат, поэтому они также к нам с уважением относятся, я думаю, будут серьезно готовиться. А уже как сыграем, ну, только время покажет. В любом случае, участие в Еврокубках – это всегда мотивация пройти как можно дальше. Конечно, до Лиги Конференции, до групповой стадии, чтобы добраться, нужно обыграть четырех соперников. Мы сейчас уже на данном этапе даже понимаем, насколько много команд хорошего уровня участвуют в Лиге Конференции, что это сделать довольно непросто, но, опять-таки, сегодня говорить о том, что мы только ограничимся там, просто поучаствовать в Лиге Конференции, в квалификационных раундах, конечно, нет. Мы, ребята, и команда, и мы, тренерский штаб, амбициозный, мы хотим, еще раз говорю, пройти как можно дальше. И я не вижу, по крайней мере, Железничар, да, условно, это первый оппонент, мы уже поговорили о нем, но дальше с прохождением каждого соперника, стремлением попадать в следующий раунд, конечно, зависит и от жеребьевки, и от каких-то многих обстоятельств, но в первую очередь зависит от твоего целеустремленности, от твоей мотивации, и нужно обыгрывать каждого оппонента. Конечно, мечтаем попасть и в этом розыгрыше в групповую стадию Лиги Конференции.